Всем привет! 28 февраля отдельная уже компания Honor официально представила достаточно интересные флагманские смартфоны. Мы получили два гаджета под названием Magic 4 и Magic 4 Pro. Стоит отметить, что всевозможные инсайдеры ранее нам дали практически все технические характеристики двух гаджетов. И они полностью, что немаловажно, подтвердились. Сам глава Honor, Джордж Джао, во время презентации новинок заявил очень громкие слова. А именно, Honor Magic 4 — это квинтэнсенция инновационных технологий и неоспоримое свидетельство нашего стремления постоянно бросать вызов отраслевым стандартам. От себя скажу, вот так нужно хвалить свое детище. Предыдущее поколение, а именно Honor 50, было, на мой взгляд, так себе. А вот Honor 60 меня удивил. Тут мы получили процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 778G. Камеру на 108 Мп, отличный экран на 120 Гц и, конечно же, цену всего в 420 долларов. Но стоит отметить, что мне чего-то не хватало. Где флагманские характеристики, где отличные показатели, где узнаваемый внешний вид. Все это, как и положено, мы получили в серии Magic 4. Об этом я сегодня и расскажу. А теперь поподробнее. С вами первый обзор из 90-х. Поехали! Ну что же, я напоминаю, что я на данный момент перехожу полностью с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал в Яндекс.Дзен, потому что там будут выходить ролики регулярные. И там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Конечно же, потому что YouTube уже не платит нам. То есть вы должны понимать, что другого выхода у меня нет. Первое, что хочется отметить, сердцем смартфонов выступает мощный процессор от компании Qualcomm. А именно Snapdragon 8 Gen 1. Это, напоминаю, восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 1 декабря 2021 года. И изготавливается по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 дыра Cortex-X 2х3.0, 3 дыра Cortex-A710 на 2.5 и 4 дыра Cortex-A510 на 1.8 ГГц. Гаджеты оснащены изогнутыми экранами OLED, изготовленными по технологии LTPO. Напоминаю, это тот же LTPS, но только с интегрированной в основании тонкопленочных транзисторов слоя оксидной пленки TFT. Панели характеризуются диагональю 6,81 дюйма, разрешением 2664 на 1224 пикселя, максимальной яркостью 1000 нит. И охватом 100% цветового пространства DCI-P3. Также частота шим экранов двух моделей составляет 1920 Гц. А это является самым высоким показателем для дисплеев, произведенных по технологии LTPO. Даже компания Apple не может похвастаться такими превосходными техническими характеристиками дисплеев. Данные экраны на 10-15% снижают энергопотребление, и это их самое главное преимущество. Сканеры отпечатков пальцев, как и принято под экраны, на основе ультразвуковых датчиков компании Qualcomm, но второго поколения. Основным плюсом нового сенсора является толщина всего 0,2 мм. Это позволяет интегрировать данный отпечаток пальцев в дисплеи гибких устройств. Если сложить все, это безусловно смартфоны серии получили действительно отличные, качественные, что немаловажно, дисплеи. Основные камеры обоих смартфонов очень большие. Сам производитель называет их глаза-музы. Начнем со старшей модели Magic 4 Pro. Он получил 4 модуля. Первый выступает с 50-мегапиксельным датчиком и широкоугольным объективом. Второй с 50-мегапиксельным датчиком и сверхширокоугольным объективом с углом обзора 122 градуса. Третий с 64-мегапиксельным сенсором и перископным объективом с оптическим зумом 2,5х и 100-кратным цифровым. Но кому-то это очень-очень интересно. Четвертый модуль это камера 3D ToF. Фронтальную камеру решили установить 12-мегапиксельную, дополненную, что интересно вторым модулем, который отвечает за анализ глубины сцены. Смартфон Honor Magic 4 получил два главных модуля, такие же как у старшей модели, что на мой взгляд является большим плюсом. А вот третий выступил с 8-мегапиксельным сенсором, 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом. Четвертый модуль камера ToF. Фронтальная камера установлена на 12 мегапикселей, но уже без дополнительного модуля. То есть чуть-чуть урезали, но не на много. Старшая модель защищена от пыли и воды в соответствии со степенью IP68. Защита младшая попроще IP54. Оба смартфона работают под управлением Android 12 с фирменным интерфейсом Magic UI 6.0. Основные фишки данной оболочки. Это новый алгоритм Magic Life. Прошивка отлично подходит для самых разнообразных девайсов. Мультиоконы режим. Снижено потребление энергии при навигации. В 6 раз увеличена точность геолокации. Улучшено ПО Turbo X и многое другое. Honor Magic 4 Pro получил аккумулятор емкостью 4600 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 100 Вт. Как по проводу, так и беспроводным способом. Что, на мой взгляд, удивляет. Напоминаю, что внутри установлен чип, автоматически определяющий поддерживаемый подключенным устройством протоколы, зарядки и подстраивающий параметры в соответствии с этим. Что, на мой взгляд, является большим плюсом. В Honor Magic 4 емкость аккумулятора составила 4800 мАч. А максимальная мощность зарядки 66 Вт. Тут чуть-чуть попроще. Уменьшить размеры зарядного устройства позволил отказ от кремния. Он был заменен на более продвинутый материал. Нитрит галя. В топе у каждой модели 12 ГБ оперативной и 512 ГБ своей флэш-памяти. Стоимость Magic 4 в Европе 900 евро. За версию 8 ГБ оперативной 256 ГБ своей флэш-памяти. Magic 4 Pro с таким же объемом памяти оценен в 1100 евро. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Honor выпускает очень и очень хорошие смартфоны. Вы должны понимать, что в данных гаджетах самое первое, что мы получаем, это, конечно же, Google сервисы. Это отличает данные смартфоны от гаджетов, например, от компании Huawei. Потому что все-таки они очень сильно похожи. И данные гаджеты предоставляют максимальные технические характеристики за недорого. И данные смартфоны выглядят очень и очень хорошо. Если взять Magic 4 и Magic 4 Pro, данное решение на 2022 год является очень и очень хорошим. Почему? Потому что за какие-то плюс-минус, давайте в среднем возьмем 1000 евро, мы получаем очень сбалансированный гаджет, народный. И самое главное, конечно же, что они не появятся, к сожалению, на белорусском рынке. Почему так? Я, честно говоря, не знаю. Но Honor Magic не поступает на белорусский рынок, тем более сейчас. Ну вот такие гаджеты получились у компании Honor. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok